Вы готовы к путешествию в удивительный мир кактусов? Тогда вперед! Здесь, в Донецком ботаническом саду, собрана большая и красивая коллекция. В ней почти тысяча разновидностей этих колючих растений. А всего в природе их насчитывается около трех тысяч видов. Известно, что родина кактусов – Америка. В Европу это чудо природы привез Колумб. И здесь они широко распространялись. Это растения способны выживать в самых сложных условиях. Они удерживают жару до 60 градусов. Поэтому кактусы растут даже в пустыне. Их стволы обладают способностью накапливать жидкость, как горбы у верблюдов. В больших кактусах может содержаться до нескольких тонн влаги. Чтобы уменьшить испарение воды, стволы кактусов покрыты восковым налетом. А листья видоизменились в колючке. Некоторые виды кактусов можно выращивать даже в наших климатических условиях. Например, опунция. Ее стебель состоит из сочных круглых лепешек, соединенных между собой под разными углами. Цветы опунции довольно большие и желтоватые. А плоды съедобные и очень вкусные. Их называют индийские фиги. Только вот собирать их сложно. Уж очень опунция колючая. Что еще вы хотели бы узнать о кактусах? Расскажите, пожалуйста, о самых интересных кактусах в вашей коллекции. Ну вот посмотри, мелокактус Бахиензис. Он цветет только тогда, когда у него образуется вот такой вот генеративный побег. Вот отсюда появляются цветочки. Или вот, смотри, еще карликовый кактус. Этот карликовый кактус называется Бласфельдия. Видишь, махонькие головочки, которые летом обильно цветут. Это правда, что кактусы цветут очень редко и только один день? Нет, Лизочка, конечно, неправда. Кактусы цветут ежегодно, очень обильно. И некоторые кактусы могут цвести до двух недель, держать цветочки до двух недель. Стебли кактусов из рода циреусов. Напоминают колонны, а эхинопсисы таких огромных ежей. Длинные стебли селеницериуса расползаются по земле, как змеи. А кактусы астрофитумы по форме похожи на звезды. Вот какие бывают кактусы. Лиза Казакова специально для программы Телепазлики.